Организация отдыха самарских детей в загородных лагерях сегодня в центре внимания членов городской общественной палаты. Специалисты выбрали три учреждения – лагерь «Арго», где проходит спортивная смена, «Заря», где отдыхают творческие ребята, и центр «Авангард Самара» военно-патриотического уклона. Во всех учреждениях в первую очередь проверяют материально-техническую базу, пункт охраны, системы безопасности, наличие всей необходимой информации на стендах, организацию питания и соблюдение порядка и чистоты в комнатах отдыхающих. Это не просто прийти, посмотреть, отчитаться. Мы такую цель перед собой не ставим. Мы ставим сделать все возможное для того, чтобы следующая оздоровительная кампания была еще лучше подготовлена, лучше организована, и появилось бы больше возможностей для того, чтобы наши дети в большем количестве могли получить услуги по оздоровлению. Уделяют внимание и программе отдыха, воспитательной и образовательной частям. Так как смены в основном тематические, с ребятами в лагерях находятся педагоги и тренеры по профилю. В то же время члены комиссии отмечают, что в дальнейшем возможно улучшить сотрудничество со студентами педагогического направления. Так они смогут получить необходимую практику работы с детьми, а отдыхающие получат еще большее разнообразие развивающих программ, поскольку тогда будет сочетаться опыт их нынешних педагогов и свежие идеи начинающих учителей. Это была бы очень правильная организованная работа с детьми, потому что она бы давала очень интересный и положительный эффект, это однозначно. Поэтому мы ждем студентов и педагогических колледжей, и педагогического института, которые, в общем-то, отчасти уже проявляют эту инициативу. Но если их будет больше, это будет замечательно. Во время общения с руководителями учреждений члены общественной палаты получают обратную связь. Выясняют, на что нужно обратить внимание. Так, например, в центре «Авангард» отмечают, что все необходимое для занятий с юнормейцами есть, но хотелось бы больше наглядных технических устройств, в том числе и боевой техники. Хотелось бы, чтобы была какая-то техника у нас здесь, пусть она будет списанная. Мы ее сами приведем в порядок, покрасим, почистим, чтобы ребята посидели внутри, почувствовали себе какой-то дух военный, чтобы дети видели, что на самом деле есть, как это работает. Все предложения и замечания, которые были собраны во время объезда, скомпонуют в аналитическую записку и передадут главе города и профильным департаментам. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.